Всем привет, друзья! Начну свое видео с хорошей новости. А именно, сборная Олимпийская по хоккею России стала обладателем Кубка Алроса, обыграв сборную Словении со счетом 5-3. Всех с победой, ребята! Видимо, молодость сыграла свою решающую роль. Ну, а что же касается у нас грустной новости, печальной, то, что наша сборная России по хоккею играла со сборной Финляндии. И, к сожалению, наши проиграли со счетом 0-1. Хотя, надо заметить, то, что наши перебросали их. Еще по броскам у нас 33-16. Самое обидное, то, что счет такой 0-1, ни туда, ни сюда. И то, что гол был реализован уже в третьем периоде. От нападающего Валтери Флипула, напоминаю, он играл в Тампе. И в следующем сезоне НХЛ он будет играть за Филадельфию. И забросил он гол, получается, своему бывшему одноклубнику Андрею Василеву. А на воротах сборной Финляндии стоял на воротах игрок Коламбуса Юнас Корписало, который фантастически отбивал шайбы. За что я ему респект уважуха, но надо отдать должное, что и Андрей Василевский молодец отражал шайбы, не дав забить в ворота нашей сборной. Непонятно, что же ребята помешало. То ли из-за того, что поменяли состав. Потому что в этой игре не было Мазякина, Ткачева. Мазякина поменяли на Шипачева, Анатолия Голышева. И, может быть, какая-то еще не совсем сыгранность ребят между собой повлияла на исход матча. Хотя отмечу то, что в игре было очень много борьбы. В принципе, у нас с финнами очень непростой хоккей получается. Звездный форвард Никита Кучеров особо заметен не был. Но я так думаю, что он, наверное, скорее всего, еще привлекает к нашим площадкам. А они у нас побольше, чем в НХЛ. Остальные же себя, к сожалению, не особо проявили. Хотя по броскам в каждом периоде было по 11 бросков. Печальная, конечно, новость. Может, конечно, к чемпионату мира что-то и поменяется. Потому что смотрят на игру как олимпийской сборной, которая у нас выиграла в Кубке Алроса. Так же и в этих играх Евротура, в чешских хоккейных играх. Как-то состав немножко скорректирует, поменяет того-того. На самом деле надо что-то делать. Конечно, не критично, не прям совсем, чтобы все плохо. Ребята могут, ребята бьются. Это видно по игре. Но, видимо, все-таки какие-то маленькие нюансы влияют на исход. Вроде бросает, но не получается. Ну и, конечно же, вратари делают свою немалую долю, помогая своим командам выиграть. Но не всегда вратарь может тащить всю игру. Когда-нибудь шайба и влетит в ворота. Олег Знарок, он все-таки человек опытный. Он знает то, что делает, знает то, что говорит. Сейчас мы все-таки находимся в стадии подготовки к чемпионату мира. И нам необходимо собрать такой вот костяк, такой вот состав единый, чтобы у нас были сыгранные игроки, чтобы могли реализовать побольше бросков, голевых пасов, голов. Исходя из этого, необходимо больше скоростей, более точно играть в большинстве. И, конечно же, побольше молодых игроков, в которых энергия зашкаливает выше пульса. Конечно, к сожалению, то, что Яков Вальчук у нас не смог сыграть в составе сборной. Напомню, у него травма колена, ему необходимо сделать операцию. И с этой травмой он играл за кубок Гагаринов. После операции, скорее всего, Кови сможет только где-то через месяц приступить к тренировкам. Конечно, будем наблюдать, будем смотреть. Может, потому что игра у нас следующая 30 апреля. Мы играем со сборной Чехии. Может, тренера что-то поменяет, что-то подкорректирует. Будем надеяться, что с чехами мы все-таки сыграем достойно. Хотя и так мы играем достойно. Просто не хватает, наверное, какой-то сыгранности. И, конечно же, впереди у нас чемпионат мира по хоккею. Поэтому никто не хочет травмироваться сейчас, чтобы потом не играть за сборную. Ладно, будем смотреть, будем болеть, ребята, вместе. Всем спасибо, что смотрели меня. Всем большущего здоровья. Вот такая вот ситуация у нас на данный момент. Вперед, Россия! Всем спасибо. Всем пока.